Литр вина за 15 гривен А виски всего за 40 Купят ли это в элитном ресторане Авантюрный эксперимент Абзаца Как по запаху Цвету И упаковке Выбрать сливочное масло, а не маргарин Алкоголь подорожал примерно на треть В субботу вступило в силу постановление Кабмина О повышении минимальных розничных цен на алкоголь Например, минимальная цена бутылки шампанского Теперь 70 гривен А литр виски от 750 Кстати, я пока что не особо заметил изменения цен на полках Наоборот, вовсю идут акции, скидки Но меня вот что волнует Наверняка же из-за подорожания сейчас появится огромное количество подделок А вот как вы думаете, какой алкоголь будет добавлять бармен в коктейль? Что, виски за 750 гривен? Рикки сейчас на ваших глазах сделает порошковое вино и химические виски И понесет их в рестораны Как думаете, купит или нет? Сегодня я проверю, закупают ли в столичных ресторанах и барах алкоголь сомнительного качества У меня с собой вино и виски, по легенде, самодельные Мы спиртное делаем в венцо, виски делаем Да, я понял, Саша, смотри, я теми вопросами не совсем выложу Директор каждое утро забирает всякие практики и обванивается Что-то с первым клиентом не клеится Намекаю, что можно решить и без директора Мы ставим свое вино, договариваемся на баре Я имею в виду не через директоров, а просто договариваемся с ребятами И разговор сразу пошел Камеры сейчас ставят просто за ребятами, чтобы я сейчас попробую Может, не здесь, где, я не знаю, где это удобно Давай, как мы здесь, когда мы придем, чтобы сейчас реально камера, монитория, чтобы мы взберем Возьмем ров Остави так, там Ну что, он у нас на крючке Через пару дней сказал, камера не будет, договоримся О документах ни слова, ничего не спрашивает Цена, я так понимаю, его пленила Говорит, уже был залет по этому поводу Наверное, опытный парень Но, видите, не боится опять Оказывается, ни громкое имя, ни популярность заведения не гарантируют качественный алкоголь Моя знакомая Аня думает, что отравилась в одном из самых дорогих клубов Киева В приличном, в очень приличном заведении Да, где отдыхают серьезные люди Вдруг, публичная персона, известный человек Захотели угостить, но угощали Может, его хотели травануть? Возможно, не знаю, но Слава богу, артист я не пил Потому что был за рулем И все камни полетели в меня И уже спустя полчаса я поняла, что мне плохо от того виски, который я выпила По словам девушки, выпив 30 грамм якобы виски, она опьянела, как после пол-литра самогона Плохо ходила, плохо говорила А утром это было прям жесть Ну, я просто сутки не могла встать с кровать Это был какой-то, я не знаю, технический спирт разведенный с красителем Оказывается, есть концентраты для приготовления любого алкоголя Хочешь тебе 5-летний виски, хочешь вино Один флакончик на 10 литров Но вот ни один из них у нас не сертифицирован А значит, продается незаконно Я нашел вот одну из таких фирм во Львове И моя коллега Мария купила такой концентрат для меня У нас интересует вино и изобелла и сувенирность Смотрите, вару не имеет такого вино, потому что он не имеет Потому что порт закрытый, у нас все шло морем И осталось, что мы людям не продаем просто А может нам просто так для проби, мы не будем людям, мы только соби попробуем Нет, ну не так Натомість, чоловік крадет концентрат виски И сколько будет стоить? Концентрат Та в магазине навіть пляшка стільки не коштує А зі 100 мл химии, можно 10 литров дорогої випивки наколотить Продавец вперто не хочет називати, где же у него офис И просто призначает нам зустріч біля супермаркету О, бачу, виходит чоловік із білого авто Это, мабуть, он Добрый день Что, сколько грамм, когда, ни даты, ничего, вообще ничего нету Нету состава вообще Но у нас есть здесь штрих-код и QR-код Ну считай, ты не понимаешь, что это за код? Ну, была не была, разводим в двух литрах спирта В пропорции, как написано на сайте продавца Боже, я это делал своими руками Красивенько Боже, смотри, как красиво Ой, уже и цвет под виски похоже Да? Да? О, пошло Уже похоже на виски Ну, это, простите, можно нюхать Слушай, че спирт? Животворящий с ним сделал Как ты думаешь, купят у нас такую бодяну? Я думаю, что да Потому что многие, многие все-таки покупают Если предложить дешево И понравится по вкусу, то купят И себестоимость такого виски 31 гривна за литр 10 литров нам обойдется в 310 гривен 70 гривен бутылочка И 240 гривен стоимость самой дешевой водки Но я не буду рисковать ничьим здоровьем В бар и рестораны на пробу я понесу Самые дешевые вина и виски Из магазина под видом домашнего производства Ведь заведения не имеют права брать Никакой алкоголь без акцизов и сертификата Поехали! Второй ресторан выглядит по-богатому Администратор со знанием дела Сразу переходит к бизнесу Хорошо, сколько стоит литр? 15 вино, белое и красное И 40 виски Скажите вам по цене А у вас есть сейчас, ну хотя бы я не знаю Конечно, да, да, вот мы привезли Возьми у Максима два стакана, да Ваши три? У нас вообще сеть ресторанов Если она заинтересуется, то вы же будете и сюда, и туда Ну да, мне вообще красота Целая сеть ресторанов, это серьезно Наверное, и с акцизами тут тоже серьезно Обязательно документы? Нет Лишь бы начальнице понравилось Она посмотрит, оценит И я вам перезвоню И документы не нужны Не пайтесь, главное, чтобы вкусненькое было В общем, больше ароматизаторов, красителей И мы возьмем А из чего вискарик сделан? Никого здесь не интересует Как, впрочем, и в трех следующих заведениях Мне как бы нужно посмотреть Потому что, в принципе, мы сейчас вышли на тот уровень вина Который полностью нас удовлетворяет Ну, может быть, нам даже торговое, никто что скажет Но не чувствуется И цена вообще супер Ну, виски тоже У нас же оригиналы виски Бренды, скажем так А то, что идет в коктейли Хорошая цена Главное, чтобы подешевле Остальное – проблемы посетителей А при употреблении вот такого фальсифицированного алкоголя Даже не у алкоголиков У человека, который позволил себе это несколько раз Может быть гепатит Который потом впоследствии может перейти в цирроз Это все очень опасно Со спиртным нужно быть очень осторожным На разлив 15 гривен литр вино А вы думаете, по какой цене стоит? Ну, по гривену будет 12, и дальше 15 гривен рассмотрим И тут нас конкуренты обошли Завезли дешевенькое вино Но вот мне интересно Что за вино могут продавать им По 12 гривен за литр? Ребят, сейчас воду не купить за такую цену Натуральное вино отечественного производителя Не может стоить меньше 35 гривен за литр Потому что это его автовая цена А в этом заведении меня вообще застали врасплох Но я виду не подал Реально нам свое вино Вы бутылками посадаете или... Бадьями большими Бадьями Бадьями Вот это вот можно истыть И тогда вполне, в принципе, может быть реально Вполне, да? Да, да Есть в смысле цены, которые вы предложите Первый вопрос, ну, можно чисто для себя Да, ну, конечно Да, по стоимости Будете заказывать, мы договоримся Попробуйте, да Мы же можем не тут встретиться Мы можем как-то по-своему договориться Мы взрослые люди и все Так состоится ли сделка между Рикей и барменом? Купит ли киевский ресторан целую бадью паленого алкоголя? Смотрите уже через несколько минут Сирийцы ищут работу в Украине У нас немножко с русским хорошо У нас есть Сирия У нас есть Сирия Но поделятся ли украинцы рабочим местом? Привела, это, сирийцев, беженцев Такая, надо работать, да? Теперь в Египте вместо отдыхающих Либо солдат, либо Ниму, либо Бабугай и Наполеон Каким экстримом местные заманивают в отпуск туристов? За них! И куда верблюды за 20 долларов возят по ночам людей? Такое впечатление, что я просто в киевском метро А наш Рики продолжает предлагать ресторанам поддельный алкоголь Не выгоды ради, а просто чтобы понять, что они потом наливают в бокалы посетителям Как уже выяснил Рики, средняя цена, по которой рестораны скупают вино Это 15 гривен за литр и по 40 гривен за литр виски При этом виски, как мы уже видели, ненастоящий А это просто обычный спирт с химическими добавками Так сколько же ресторанов согласится купить этот суррогат И как можно выявить ненастоящее вино в вашем бокале с помощью обычной щепотки соды? Ему явно интересно Ну, глаза боятся, а как сделать, непонятно Понимаете, все официально, камера вокруг Он может и не против бы Ну, вот намек такой дал, что вот для себя вроде как я возьму Целую бадью! А не много ли? Моя коллега Аня Селезнева и бывший бармен Михаил Под видом гостей уже тестируют вино этого ресторана По запаху Ну, рисковатый такой Чувствуется запах, ну, как спирт Вот водки, да Что нам нужно сделать, чтобы понять, настоящий или не настоящий? Мы можем попробовать взаимодействие с содой Если мы добавим чуть-чуть соды Если цвет у нас останется такой же, как и был Да, то это значит, что это не натуральное А если добавить соду в натуральное вино Произойдет реакция, и оно потемнеет Аня это проверила еще до похода в ресторан Вау, какая реакция Действительно потемнело и очень сильно Но в этом заведении Сода свой цвет не поменяла Она пара с белой Получается, вино не натуральное А что это? Это вино, потому что у него очень странный запах Можно бутылку принести? У нас ценой едет не будет А в чем? В вакуумном шоке А можно привезти упаковку у содержания щит? Ну, или хотя бы документацию на то, что кто делает Пакет можно залить сушить Добрый день! Добрый день! Что именно было отравление именно этим вином Именно в этом заведении Практически нереально Потом нужно будет доказать связь между веществом, которое нашли в организме отравившегося И в той бутылки Которые продаются еще в этом питейном заведении или в магазине Скажите, мне что, после того, как я, извините, выпил в заведении Мне нужно не допить и чуть-чуть оставить бутылочку с собой домой? Совершенно справедливо Дело в том, что медики именно так делают Правда? Есть, конечно Моего якобы домашнего алкоголя в ресторанах никто так и не купил Но заинтересованных в дешевом бухле без акцизов и документов Было хоть пруд пруди Видно, что я не первый им такое предлагал В 62 киевских детских садах малышей кормили маргарином вместо масла Прокуратура уже несколько месяцев расследует, как так получилось Но только ли в садиках ребят пичкали химикатами? А то, что мы покупаем с названием масло сливочное Вот это вот точно оно и есть И вот Ира Петькун купила дорогое масло за 33 гривны И дешевое за 16 Фермерское и домашнее И как по цвету, запаху и с помощью горячей воды проверить, что вы едите именно масло, а не спрет? Я решила проверить, какое же масло нам подсовывают под видом полезного натурпродукта Иду по самым популярным местам Вот есть, смотрите, за 16 гривен Самое дорогое Получается 33,12 Супермаркет Колбасно-молочный ларек Где продают популярное нынче фермерское масло Вот это 89,90 Это такой кусок надо брать или меньше у вас существует? Здесь тоже фермерское, но на 20 гривен дешевле Цена и все Очень приглянулись мне и вот эти масляные калачики По словам продавщицы, домашние Все там домашнее все А жирность какая? Жирность самая жирная, потому что и сливок взбитая Каждая из этого маселка, которую я сегодня накупила, запросто могла бы оказаться и у вас на столе Это один из самых хороших завтраков Во-первых, потому что он желчегонный Он необходим для нормальной функционирования желчных кислот Но это если масло настоящее То есть только молоко и взбитые сливки, ничего больше Совсем другое дело, если вам попадется масло фейк Закупорить как пластилин наши сосуды и вывести это очень сложно Ну вот весь мой масляный улов Каждый пронумерован, я буду объяснять в процессе Где, какой образец А вам советую поскорее достать масло из вашего холодильника Сейчас вместе с пищевым технологом мы покажем Как узнать, купили ли вы действительно масло или спред в чистом виде По колору необходимо сразу же сказать, что не нужно думать, что чем желчее, тем лучше Дуже много синтетических борьбов Что небезпека? Небезпека у этих борьбов в том, что они абсолютно токсичны для нашего организма В начале вы видите шкиры, порушение, печенька, порушение В соответствии, начинается все из аллергии Так что не клюйте на хитрости производителя Правильный цвет сливочного масла бледно-желтоватый, ближе к белому Слегка желтее цвет может быть только летом, когда в рационе коровы есть свежая трава А что же имеется у нас? Самым желтятским из тех оказался вот этот якобы хоумейт калачик У хозяйки прилавок ломится от различной молочки Единственное, что смущает, это тесное соседство с тушками сырой рыбы Но люди же берут, и я возьму Будем вскрывать его, да? Запах сразу же плевка концентрует, вы видите? Боже, оно просто в запах масла окислено Боже, там, извините, целый таз у этой женщины вот этих яичек лежал Я еще, честно, думала, будет самое красивое, хорошее, полезное И вот вам первый шаг на пути к правильному выбору масла Нюхайте! И так, самая дорогая пачка из супермаркета за 33 гривны Что мне не нравится, я бачу, отчуваю слегка от гиркуватый вот такой пропионовый запах Тобто, это говорит про то, что масло уже певным часом зберегалось Следующий наш номер, два Ну вот смешные деньги Около 16 гривен за пачку Тоже из супермаркета, еще и по акции То есть, натуральные молочные сливки перемешали с растительным маслом, например, пальмовым Само по себе оно не вредно, но Чтобы растительный жир превратить в твердый, его нужно через него пропустить кислород Там нарушаются структурные функционирования вот этих всех молекул растительного масла И оно превращается в трансжир Он приводит к тому, что развивается воспаление различной мутации клеток То есть, это и онкоклетки Дальше пробуем масло фермерское Ну так, по крайней мере, сказала продавец Это масло у вас? Масло, да Вот это? Это домашнее, это фермерское хозяйство? А меньше нету кусочка? Да, вижу А дальше зрелище для всех санслужб и проверяющих органов вместе взятых Без перчаток, грязной тряпкой Продавец протерла, очевидно, такой же грязный нож И... Вуаля! Это 70 гривен кило, да? Да Проверяет кто-то его? Конечно Да справок ничего нету? Есть мокрая печать, чтобы все пройдено, проверено Доказательство продавец гордо демонстрирует мне бумаги Но это скорее товарная накладная с перечнем продукции Никаких лабораторных заключений я не вижу Маргариновый запах, просто маргариновый И такой, знаете, как парафин немножко накладывается Парафин, да Парафиновая пленочка такая Потому что искусственно насоченные жиры А этот масляный раскол – еще одно подтверждение, что натуральным молочным жиром тут и не пахнет Хорошее сливочное масло при комнатной температуре должно заметно жирнеть и плавиться Рыхлая структура, не характерно Для масла, бачите, как она распадается Такого не должно быть Это суммешно Четвертый образец – экологическое масло Причем самое дорогое Попробуем щодо структури, консистенции Запах парафинового, выраженного, нет запаху Проте нет чистого кисломолочного запаху, характерного для вершков Я вижу, что это жир, запах окисленого молочного жира Когда масло реализуется без належного упакования, процесс окисленения под действием солнца Поэтому мы имеем фактически токсичные продукты накопичения Токсичные продукты И оно все в организм? Извичайно, извичайно Тогда мы имеем аллергии, порушения, обмена И не можем зрозуметь, а что же мы делаем такое? Очень показательно и то, как впитывается масло кожей Сливочное масло полностью усваивается организмом Температура его кипения – это 36 градусов Поэтому, попадая в организм человека, он полностью растворяется и легко усваивается А вот масло спред просто покроет руки жирной пленкой Пятый образец – тоже фермерское масло Правда, намного дешевле Оценка от эксперта оказалась очень даже высокой А ведь это масло продавец отрезала прямо при мне От большого запечатанного куска И вот следующее правило – надежная упаковка Если масло упаковано вручную, в прозрачный кулечек или пищевую пленку Вероятнее всего, процесс уже пошел Вот этот бачок, вот здесь видно, тоже был открытый всему свету, всему миру Случайно, это может быть средоточие для развития кишковой палочки Реализация будь-яких молочных продуктов и масла, потребуя санитарной чистоты, гигиеничности После всего услышанного мне придется немедленно собрать все самые санитарно-подозрительные куски масла И проверить их на наличие инфекции Поэтому срочно мчусь в лабораторию Чем же мы рискуем, когда покупаем масло без качественной упаковки? Вот все мои брусочки Проверим Это у вас масло, да? Да, те, которые мы покупали без такой цельной упаковки Дякую, до побачения Пока лаборанты ищут в масле опасные микроорганизмы Я расскажу, что делать, если вы не доверяете вашему носу Есть более наглядный способ протестить вашу пачку Нам для этого что? Нужна всего лишь вода и всего лишь наше масло Горячая вода мае бути близко 80 градусов, вот шматочок масла Все шесть чашечек мы залили горячей водой и опустили небольшие кусочки масла от каждого образца А вот если в чашке вы видите белое хлопье, поздравляю, вы купили не масло Ось у нас масло, яке растеклося, а тут ничего не растеклося взагалі И какая-то прямо белая пена И ось по кольору, бачите, разница, насколько характерно выражена Вообще вода не приняла его, правильно? Ну так, но это рослинный жир А вот смотрите, кстати, масло тоже, по-моему, не очень-то и плохо выглядит Это эко-масло, тоже показывает, говорит про то, что вот так, это тоже масло Оно может быть разной жирности, но структура абсолютно характерна для молочного жира Из тех масел эксперт одобрила масло из супермаркета по 33 гривны за пачку Главным лузером оказался тот самый кусок, который продавали под открытым небом По 70 гривен за кило, и который раскололся прямо на столе Боже, вообще, смотрите, никакая вода его не берет горячая Вон не перемешивается с водой у нас, с горячей Структура в нього, вы бачите, ручи Чистая олія, которая не засвоивается нашим организмом Бо температура плавления, она гораздо выше, чем температура нашего организма Она просто опускается в ваш организм и закупоряет суды Так же, так хорошо закупоряет Ужас Запомните, как выглядит качественно расплавленное масло А теперь готовлюсь к худшему, но рассчитываю на лучшее Иду в лабораторию, интересно, нашли ли какую-нибудь заразу в моем масле Я же его на руки вымазывала Напомню, я сдала на анализы 4 образца, которые продавались в нецелостной или ненадежной упаковке Но спектр возможных заражений оказывается необъятный Поэтому было принято решение тестить эти кусочки на... На явность Стафилококк Стафилококк, инфекция, которая вызывает гнойное воспаление, подрывает иммунитет и требует длительного лечения антибиотиками И так, вы проводили исследование нашего масла Ну, ваше впечатление Из четырех проб на двоих проб были таких на выгляд Вони были какого-то такого кольора, темно-жевтые Потом какая-то такая, наша бурсинка была такая, ну, грязь Ну да, мы помним Ну, там еще такие специфические запахи Можливо, там какие-то дрожжи, грибы Ну, такие запах специфичные есть Что у нас по стафилококку? Стафилококку было не выявлено Ни в одном из образцов Вот документ на руках В общем, по стафилококку все по нулям, это радует Ну, как вы слышали, лаборанты говорят, что есть еще что искать в моем масле Поэтому я продолжаю расследование и совсем скоро расскажу Как любую пачку масла можно превратить в секретный продукт тибетских монахов Готовлю эликсир молодости, который обеспечивает 200 лет счастливой и здоровой жизни Ну, ждите в ближайшее время моего невероятного омоложения Неделю назад в Министерстве юстиции заявили, что ради безвизового режима с ЕС Украине стоит поселить у себя сирийских беженцев Но ведь у нас своих переселенцев из Крыма и Донбасса хватает Готовы ли украинцы принять еще и чужих? Аня Селезнева и Максим Узол выдали себя за выходцев с Ближнего Востока Приютят ли их украинцы ради отмены виз с ЕС? Провокация в абзаце Для начала я попробую устроиться в магазин продавцом Нахожу подходящее объявление Алло, здравствуйте, Виктор Здравствуйте, да А подскажите, пожалуйста, увидела в интернете вакансия на продавца детских товаров Есть она актуальна еще? Актуальна На собеседование пригласили меня, Аню А как отнесутся к беженке Зухре и ее мужу Махмуду За которых мы с Максимом будем себя выдавать? Здравствуйте Мы из Дамаска приехали и прочитали, что у вас есть вакансия У нас есть шанс Шанс есть у всех и всегда Это обнадеживает, но меня насторожило вот что Есть Анна, хозяйка, она рассматривает резюме Мол, присылайте резюме на почту, а там уже будет видно Но мы настойчивы, никуда без ответа не уйдем Нужно позвонить Анне И таки уговариваем администратора Хозяйка говорит, что серьезно с намерением непонятно Ну понятно, люди приезжие не доверяют Боятся, понятно Давайте я вас не буду обнадеживать Поискать другого Так а скажите честно, это потому что мы из Сирии, иностранцы Нет, потому что иностранцы Похоже, если ты беженец, работы в магазине не видать Мы не удержались и вернулись переспросить, почему же так? Документы вне до сирии Так вы же не спрашивали Может мы успели оформить все У нас нет мчасови посвечения Бежен сифр Но я о нем подумал Отправимся на рынок А вдруг там с оформлением не так строго? У нас нет, ну нет работы, чтобы вас устроить Тут мест нет, нам подсказывают Ищите объявление, требуется продавец Идем дальше по рядам Но странно, табличек нигде нет Кстати, год назад Абзац уже проводил подобный эксперимент Тогда журналисты под видом беженцев пытались поселиться в небольшом городке Яготин Я перекладач, они приехали подивиться на новый дом, где будут журналисты Там будуются Это беженцы наши, или что? Такая громада не проводится И про якое поселенное не может быть мова Чтобы не вышло в сирийце, так как вчера вышло представители мегаційной службы Вы видели, каких провожали? Нет, я не видел А не видели? Ну и хорошо, что не видели Может, біля майбутнього центру для переселенцев люди будут привитнейшими? На огляды не можно? Нет Почему? Директор же не пускает никого на территорию, недобудоване здание Мы только вот... Не можно А можно с директором поговорить? Та розмова с директором ничого не дала До будівлі, зась Де ж тоді жити моїм сирийским друзям? Їдемо в центр міста Может, там люди допоможуть зняти квартиру? Нам нужно квартиру на 2-3 дней снять, пока центр откроют Волосся на потилиці відчуваю, будет гаряче В чём проблема? Мы просто оглядаемо місто Я не цікава, хто вас сюда прислал Місто против Вы привезли сюди людей А мы не хочем У нас бедно Ну так, аж крышу по телевизору показывают, и вы не видели? Не видели? У меня нет телевизора Ох, час текати Ще трохи и може отримати на горіхи Та и сирийців не пожалкуют Пока в нашем эксперименте отношение к сирийцам не изменилось Мало того, как только мы ушли, наши коллеги-продавцы начали охотно рассказывать У нас объявление висело на работу Это мы убрали, нам надо продаваться Девочки все поснимали, никто не хочет Не хотят же брать таких Непонятно, откуда всё-таки сирийцы тут Выходит, пока мы ходили, по базару прокатился слушок, что тут ходят сирийцы Работу ищут, и торговцы спрятали объявление, а найми на работу На этой точке настроены ещё категоричнее Нормально вообще? Это шо у нас будет со страной? Это у нас вообще Это не будут насиловать наших девочек Вообще будет шо-шо попало На рынке люди не готовы делить рабочее место с беженцами Может, хоть в киоск, где продают шаурму, возьмут? Ведь шаурма – дело восточное Вот именно туда и отправляемся Ларьков с шаурмой хватает Подсказать, где можно найти и поработать Хотя бы неделя-два шаурма Нам сказать, что шаурма можно найти Срочно делаем ноги Нарвался на чувака, который знает арабский язык А я-то не очень его знаю Мой арабский меня подкачал Но буквально напротив Ещё один ларёк с шаурмой Помогать искать работу И, может, у тебя есть здесь Сточка Это ты хозяин? Хозяин здесь, да? Сейчас я пойду Побуль, надо тебя На поговорить, сюда араб подошёл Брать, на, араб Сурия Сурия, Сури Можешь брать номер твой, да? Алло, я записать номер Бинго! Сирийский беженца Получить возможность работы Дал телефон Махмуда Это хозяин шаурмичный Сказал, что есть вакансия Надо будет набрать его попозже Что помогут Можешь ли, ты, походу, единственный Кто готов меня был устроить на работу Хозяин берёт беженцев на работу? Да, часто На разных точках По Киеву много Как показал наш эксперимент На работу беженцев берут крайне неохотно И, скорее всего, устроиться удастся Только к таким же выходцам С восточных стран Египтяне скоро заговорят на украинском Ведь, по мнению экспертов В этом году 70% туристов Наши! На зимние каникулы Красное море Остаётся самым востребованным Пляжным направлением Тем более Алина Мысечка Вчера выяснила Что в Египте Относительно безопасно Потому что там металлоискатели Даже в пустыне Ну, в буквальном смысле слова Везде Для чего их поставили в пустыне И за что отдыхающие Могут заплатить штраф В тысячу долларов Я уже переконалася В Шармельшейху Можна відпочити У пятизірковому готелі Золоинклюзовым Вдвічі дешевше Ніж завжди Навіть четвірки Є пятірки За 250-300 долларов І що їхати сюди безпечно Я поки дісталася готелю Пройшла 7 кіл перевірок Ну, 6 В літаку Двічі на литовищі Навіть шкарпетки перевіряють Раз при виїзді з аеропорту І ще двічі при в'їзді в готель А той справді виявився Напівпорожнім І окупованим українцями Тож як можна розважитися Українцеві на півострові Синай Море в Шармельшейху Славиться кораловими рифами І кольоровими рибками Але роздивитися підводний світ Можна лише, якщо не буде хвиль Я потрапила на вітрині дні Купатися за такої погоди Практично неможливо Але за кілометрів в Шармі є бухта Це водичка прозора, як скло Тож жодна рибка від мене не втече Екскурсія на рибки, як і все в Шармі Починається з безпеки Людей пускають лише після огляду речей Але до рибок, на жаль, допливуть не всі Велика камера налякала службу безпеки Тож я залишилася без оператора Відзняти це відео мені допомогли нові друзі То чи тепла в грудні морська вода Я зважилась на дайвінг Прохожу інструктаж На костюм одягаю утящувач Кілограмів так на вісім Пікантно дуже якось Це щоб не часто спливало до гори Ну і ласти Тепер останні напутні слова Яка там краса Акул, яких обіцяв мені Мухаммед, не було А липку клоуна, яка очищує корали І риб метеликів, які завжди плавають в парі До речі, дуже романтична парочка Вона тільки чекає, коли муж кормить А якщо жінська риба потеряла мужа Вона хороша, терпілова Вона готова чекати мужа шість годів Муж не повернувся, вона виходить замуж ще раз Шість годів – це так багато? Так багато, звісно Бо що в нього маленьке життя Не може чекати більше, щоб не вмерла від голода А які під водою корали І яскраво-червоні, і ніжно-рожеві Чіпати їх взагалі не можна Можуть боляче опікати А до тих, що десятками лежать на пляжі Торкайся скільки хочеш От тільки толку з того За вивезення коралів в Єгипті Штраф тисяча доларів Якщо відпіймають Якщо відпіймають Знижки в Єгипті сьогодні усюди Якщо раніше за дві години покатушок на квадроциклі Просили 25 доларів То зараз На квадроциклі зараз це 15 доларів А чому снизили ціни? Є кризис, є проблеми І ганяйте на здоров'я Поміж каньйонів і верблюдів Все, що треба знати Це газ Тормоз, тормоз, і все А у вас зима? Лише будьте готові Що зрештою перетворитися на кузю З чорними руками Обов'язково треба з собою мати Хустку чи арафатку Щоб замотати обличчя Бо пісок налипає Наскільки екстремальним Виявиться сафарі на джипах Та моя прогулянка Новими сінацькими маршрутами Голова дивитися вниз І що роблять тисячі людей Уночі у сінацькій пустелі Це треба побачити Це Саїд Але місцеві бедуїни звуть його просто шумахер І, здається, я розумію, чому Я пережила незабутні емоції Тільки і залишається, що кричати Опа, значить, увага Далі починається піша частина екскурсій Два кілометри по чотирьох каньйонах Вузькому, піщаному, гранітному і карамельному Тепер тут ходять туристи Врешті, крім каньйонів, треба подолати і піщані дюни Ось ця, наприклад, 150-метрова Як мені пояснили місцеві Судячи зі слідів, тут разом зі мною Була або лисиця, або шакал А це знову Саїд, який везе нас на обід до бедуїнів Бедуїни мене потішили Хліб на воді, який вони печуть, часто роблять саме з українського борошна Коли опускається ніч, у пустелі починається інше життя Я приїхала на одну з найбільших дискотек Не знаю, як добре вам видно вночі, але ця дискотека знаходиться прямісінько в пустелі Вгадайте, що на вході? Знову ж таки, металошукачі Заходжу всередину, і хоча одна половина закрита, бо туристів малувато На інший – свято у розпалі Єгипетські такі танцюльки Скажу відверто, ця екскурсія зачепила мене найбільше Неподалік Шарму є відоме місце паломництва – сходження на гору Мойсея Відповідно до Біблії, саме тут, на горі Синай, Бог явився Мойсею і дав йому 10 заповідей От тисячі людей і йдуть вгору усю ніч, щоб зустріти світанок на вершині Зараз третя година ночі, але таке враження, що я просто в київському метро в годину пік Дуже багато людей, які хочуть підійматися на гору Мойсея і побачити, де ж він почув ці 10 заповідей Помітили, як делікатно чекав верблюд, поки я договорю Горбатиків на гору сходить, ну, дуже багато Щокілька хвилин крізь перемовки місцевих чути вигуки «Гамель! Відійдіть!» Кажуть, хто підіймається на гору Мойсея, тому відпускають усі гріхи А хто підіймається на верблюді, то верблюду відпускають гріхи Я так думаю Дорога займає 7 кілометрів в один бік Іти 4 години, як мінімум, тому час від часу є привали, усього 5 На них продають гарячий чай і теплі накидки На горі дуже холодно 10 доларів Трохи дешевше можна взяти ковдру в оренду, як сторгуєтесь Ну що ж, трохи перепочину перед останнім ривком і вперед Залишилося ще 750 сходинок і ми на вершині Я зробила те, що в цьому Слово в країні! Сюда! Просто нереальне відчуття Безсонна ніч, але воно того варто Пам'ятаєте, ще в аеропорту мене вразили оті овали, схожі на яйця динозавра Ледь не в кожній валізі Так це були манго І саме їх мені радить купити Мухамед Котрий на місцевому ринку продає аж 95 видів фруктів Ціна на манго по 3 долари за кілограм Один фрукт у середньому тягне на 800 грамів І вони нереально смачні А ще, лише за долар тут можна купити кілограм гуави Як воно смачно пахне, як жуйка тропічна Дуже впали ціни і на єгипетські масла Хамза каже, раніше баночку ароматного масла можна було купити мінімум за 30 доларів А тепер за 15 Найпопулярніший сувенір, виявляється, це олія чорного тмину У нас є поговорка, що це все вирішить, крім смерти Тобто це укріпляє імунітет Його пити треба дві рази в день повсяна ложка А жодна дівчина не може пройти повз верблюже молочко Це просто названня, там молока немає Чому? Тому що біл і похоже на молоко, тому так називали молоко верблюда Тут є сміс, входить чотири масла Сандал, жожоба, алювіра і миндана масла Це масло зволожує шкіру і розгладжує зморшки І його теж можна зараз купити дешевше Біля 15 доларів за 100 мілітрів Можна купити на сувенір і чаю В середньому за кілька доларів пачка Жовтого єгипетського, бедуїнського Або навіть чаю з фініків Я спробувала трохи українізувати єгиптян Тут зараз стільки українців, що знання нашої мови не завадить А тепер ми будемо говорити їм привіт Привіт Привіт, і Привіт, добре? Так, привіт Спасіба буде дякую Дякую Смачно Смачно Як справа, так і зліва Так і зліва Слава Україні! Гораємо слава О май гож! Молхомому, то ти український хлопець Так, звісно До побачення! До побачення!